Всем привет, с вами Александр Котин и как обычно раз в две недели для канала АМАРКЕТС я делаю свои обзоры и прежде чем я начну и перейду к моему плановому обзору финансовых рынков, хотел бы ответить на некоторые комментарии под предыдущим роликом. Ну естественно есть интереснейший комментарий, когда человек хочет за счет моей экспертности, опыта и за счет занижения и обесценивания всех вот этих вот моих скажем так качеств пытается за счет меня выехать и соответственно показать какой он умный. Ну окей, умник, я очень рад, что вы оценили то, как я умею анализировать рынок и у вас была такая бурная реакция, я очень рад, что вы повысили мою самооценку, спасибо большое, подобные комментарии меня всегда очень радуют. Идем дальше, дальше меня попросили посмотреть пару евро рубль, давайте оценим на месячном графике, что здесь происходит. Как видите, в настоящий момент времени все волны здесь прекрасно видно и максимальная АО здесь у нас в третьей волне и дальше идет развитие волны 5, в которой мы также видим 1, 2 и 3. Обратите внимание также на характер движения третьей волны и то, что она более вертикальная, чем первая, вот в этой самой пятой и здесь растущая движущая сила, она соответственно нам указывает на то, что мы непосредственно находимся в третьей волне. Скорее всего, с достаточно большой долей вероятности мы будем обновлять максимум. Далее на недельном графике мы также видим дивергенцию, мы обновили максимум предыдущей волны 1, 2, 3, 4, 5, вот у нас видно развитие пятой, но пятая здесь очень похоже, что она с удлинением и мы можем просто пойти выше, поэтому всегда держите это в уме. Если вы торгуете этим инструментом, даже если вы это делаете на внутридневных таймфреймах. Пойдем дальше. Пока по валютному рынку сделок у меня нет, я отдыхаю, чего-то показать я не могу, ну и в принципе рынок не способствует моей вот такой вот торговле, которая мне понравилась, когда у меня было небольшое количество сделок за месяц. Все сделки, кстати, я показываю на своем канале в ютубе, доходность и кривую доходность я тоже показываю на своем канале в ютубе, я ежемесячно делаю такие мини ролики, где рассказываю о том, как я поторговал за очередной месяц. Так вот, что мы видим на паре евро-доллар? Евро-доллар, на мой взгляд, здесь есть альтернатива и есть очевидный вариант, это то, что у нас первая, вторая, третья, четвертая и очень возможно, что мы пойдем в пятую волну. Потому что то движение, которое вот здесь происходит, оно больше, наверное, походит на коррекционное, чем на смену тренда и на какую-то импульсную волну вниз. Но смена тренда здесь может также произойти без проблем, потому что на недельном графике это все может напоминать какую-то волну 2, то есть 1, 2, там и 3. Поэтому в данном случае пока что я не говорю о развороте и не говорю о дальнейшем росте. Все будем смотреть по факту. Пока на 4 часах мы видим, что импульсная волна вниз, она явно не закончена, она имеет параллельный рынок, ау здесь нарастает и, соответственно, очень вероятно дальнейшее снижение. Вот так. На британском фунте. Если взять недельный график, то мы подошли вот сюда. На мой взгляд, здесь могла быть неправильная коррекция, где волна B уходила за минимум предыдущей вероятной волны 1. Соответственно, после чего мы видим дальнейшее снижение и видим явную смену тренда. Вот о смене тренда здесь мы можем говорить только после того, как это действительно случилось. И дальше на двухчасовом графике у нас даже есть подтверждение. Это первый импульс вниз, который здесь достаточно хорошо читается. Но вторая волна здесь была сложной коррекцией, поэтому здесь точек входа явных не было. Обычно такие движения я просто пропускаю и не пытаюсь даже в них там как-то участвовать. Ну, либо мне приходится переходить на внутридневную торговлю, чтобы, допустим, отторговывать вот такие вот паттерны. Швейцарский франк. На дневном графике также это больше походит на коррекцию, так как на недельном все-таки у нас достаточно сильная выраженная тенденция вниз. На четырех часах, скорее всего, если это волна С, то есть А, Б и С, это один, два, и мы где-то в третьей волне, плюс-минус этой самой волны С. Но рано или поздно здесь все будет заканчиваться. И я думаю, что можно будет понаблюдать за появлением сигналов на продажу. По иене у нас достроилась некая первая волна в новом импульсе. Один, два, три, четыре, вероятно, пятая. У нее здесь был зацеп третьей волны, как я это называю. Но во внутридневном масштабе была точка входа на покупку вчера. Соответственно, с коррекцией локальной какой-то первой волны. Но я считаю, что в данном случае мы пойдем в развитие коррекции, после чего у нас могут прийти новые продажи. По австралийскому доллару, соответственно, это тоже выглядит как неправильная коррекция ABC на недельном графике. Поэтому не исключена смена тренда. Но альтернативой будет, соответственно, развитие ABC коррекции. И тут надо сказать, что я не прогнозирую рынок, а я дожидаюсь ситуации, от которой беру точку входа. Это разные подходы. И мне без разницы, в принципе, куда идет рынок. Главное, чтобы сформировались именно те условия, то есть некие мои условия, которые мне необходимы для входа в рынок. В данном случае, что я вижу на австралийском долларе на четырех часах, это то, что у нас продолжается движение вниз. Здесь никакой остановки здесь нет. И очень возможно, что это 1-2 просто в каком-то новом импульсе. Здесь очень вероятна смена тенденций. Так же, как, в принципе, и на новозеландском долларе, где на недельном графике примерно такая же ситуация могла быть. Соответственно, в четырех часах на новозеландце, 1-2-3-4-5, вот здесь вот зацеп был максимум от третьей волны. Соответственно, моя стратегия здесь будет заключаться в следующем. Я дождусь завершения первой волны, дождусь отката. И со второй волны, соответственно, я буду искать точку входа уже в следующий импульс вниз. Потому что также вероятна смена тенденций. По канадскому доллару на дневном графике мы видим выраженную пятиволновку, которая, возможно, пошла в коррекцию. На четырех часах у нас получается есть 1-2-3-4-5. Вот здесь вот есть дивергенция. Соответственно, в данном случае, по всей вероятности, мы можем либо пойти в коррекцию всего этого импульса, либо произойдет удлинение. Пока явных точек входа, либо паттернов волновых, с которых я бы стал заходить в данную пару, здесь нет. На золоте я вас предупреждал еще в прошлый раз, что мы можем пойти зацеплять вот эту волну А. И вся вот эта сложная коррекция окажется некой волной Б. Так оно и происходит. Обычно такие вещи я просто пропускаю для того, чтобы уже с волны С, при наличии пятиволновки внутри этой волны С, и при зацепе минимума волны А, уже найти точки входа дальше по тренду. Потому что я считаю, что золото восходящий тренд у нас просто не закончило. На серебре история примерно такая же, только это А, Б, 1, 2, 3. И вероятно, вот таким образом может развиться волна С, и только после этого можно будет, и после зацепа минимума волны А, можно будет рассматривать какие-то точки входа на покупку, потому что явно на дневном графике восходящий тренд не закончен. СНП500 также коротко, на мой взгляд, здесь идет какая-то локальная коррекция, возможно, это коррекция всего импульса, возможно, это коррекция импульса, который начался примерно где-то в июне, в 15 июня этого года. И то, что мы видим на четырех часах, очень похоже на ABC паттерн, есть дивер между А и С, хотя это необязательное явление, но внутри волны С, на мой взгляд, нет пятиволновки, потому как в ней максимально АО вот здесь находится, и это третья волна. Дальше, на биткоине, на мой взгляд, формируется все-таки вот эта первая волна, которую я давно здесь жду, и в продаже я пошел бы только при формировании коррекции, то есть когда вся первая закончится, достроится вторая и так далее. Опять же, почему? Потому что на недельном графике, на мой взгляд, не закончен вот этот паттерн, и мы еще можем сходить в некую волну Е вниз. Поэтому в данном случае, пока я не советую здесь ничего делать, нормальной стратегией будет дождаться пятиволновки вниз, и потом уже дождаться ее коррекции, и вот тогда уже здесь строить какие-то продажи, потому что пока тут непонятно, пока не достроился этот паттерн пятиволновой вниз. Нефть марки Брент, как вы помните, в моем понимании имеет альтернативу. Это может быть как АБЦ с неправильной волной Би, так и может быть первая-вторая волна вверх. Но пока, на мой взгляд, то, что здесь произошло, это либо А, либо первая вниз, соответственно, это либо вторая, либо Б, и здесь может развиваться уже какая-то либо третья, либо волна С вниз. При условии, что вот эта коррекция, она здесь не будет дальше усложняться, а ее усложнение тут возможно. Идем дальше, что мы видим на индексе РТС, который мы также обычно с вами смотрим. По индексу РТС, соответственно, на мой взгляд, здесь есть импульсная волна вверх, первая, вторая, и здесь, скорее всего, сформировалась только лишь волна А. Особенно это хорошо будет видно на четырех часах, то есть один, два, три, четыре, пять. Пока что пятая волна этой волны не закончена. Если же здесь пойдет новое движение, соответственно, у нас АО будет перебивать вот эти минимумы. Вот, но во всяком случае, завершение этой коррекции, я надеюсь, мы увидим. Скорее всего, это коррекция для дальнейшего роста вверх, потому что этот инструмент, он больше коррелирует со всеми остальными индексами. Ну и традиционно фьючерс на доллар. Что мы здесь видим? Скорее всего, здесь идет вот такое вот возвратно-откатное движение. Такой характер рынка, он, как правило, говорит о продолжении роста, то есть это удлинение. И, соответственно, здесь также можно провести подсчет волн. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Это третья, первая, вторая, это все подробности. Третья, четвертая, пятая. И, возможно, здесь развитие ABC-коррекции. Вот в зону вот этой предыдущей коррекционной волны. Вот этих даже предыдущих коррекционных волн. И вот если здесь такой паттерн выстроится, то я думаю, что отсюда могут прийти дальнейшие покупки. Тогда это все явно станет какой-то первой, второй волной. На этом у меня все. Если необходима моя консультация, пожалуйста, записывайтесь. Ссылка есть в описании. Вы сразу попадете в мой WhatsApp. И мы с вами договоримся по времени. В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией. Поймем, какая у вас точка А. Куда вы хотите прийти. Что вам мешает прийти туда, куда вы хотите прийти. То есть зарабатывать, допустим, 10-15% в месяц или 5% в месяц. Зависит от того, какие у вас цели. И мы сделаем план, который вам поможет к этим целям прийти. Либо, если вам понадобится моя дальнейшая помощь в рамках персонального коучинга или каких-то других моих проектов, я вам расскажу, как эту помощь можно получить. На этом у меня все. С вами был Александр Котин. Желаю вам успешной торговли. И до новых встреч через 2 недели. Пока.